Билеты разошлись за один день. На «Народной мистерии» театрально-концертной программе всероссийского проекта «В Россию верим» в Воронеже был полный аншлаг. Привезла его в наш город народная артистка Надежда Бабкина. Программа растянулась на два дня. В первой – сама мистерия, во второй – мастер-классы от московского ансамбля «Русская песня» и творческая встреча с артистом театра и кино Сергеем Никоненко. Патриотический проект, реализующийся благотворительным фондом «Народная певческая культура» при поддержке президентского фонда культурных инициатив вместе с сотнями воронежцев оценила наш корреспондент Юлия Золотарева. «Русской песней» и «Караваем» встретили в Воронежском концертном зале народную артистку России Надежду Бабкину. Приветствия для почетной гости подготовили участники хора имени Масолитинова. Их старания потомственная казачка сразу же оценила. С такой веселой ноты началась большая пресс-конференция. Ее провели за несколько часов до самой мистерии. С журналистами пообщались создатели патриотического проекта «В Россию вере». В их числе, помимо Надежды Бабкиной, актер театра и кино Сергей Никоненко, заслуженный артист Вячеслав Манучаров, поэт Влад Маленко, а от встречающей стороны глава регионального Минкульта Мария Мазур. Здесь воронежская земля наша – это певческий край, заклаянный край. Мы очень любим культуры. И жители воронежской области, и люди очень дурующие, погрузчие, любящие русскую песню. Большой патриотический тур под названием «В Россию верим» и сама народная мистерия, которая развернулась на сцене Воронежского концертного зала, посвящены героям нашей страны, участникам Великой Отечественной войны и бойцам СВО. Надежда Бабкина вместе с коллективом «Русская песня» не раз выезжала на Донбасс, чтобы своим выступлением поддержать наших солдат. Так же, как когда-то это делали фронтовые агитбригады. Собственно, так и зародился проект, который теперь колесит по стране. Надо не стесняться говорить, что мы русские люди. И поэтому эту культуру надо нести как знамя, потому что это традиции, которые укреплялись далеко-далеко с прошлых времен. А сегодня наша задача – добавлять туда своей свежести, своей энергии, своей убежденности, своей консолидации. И это ты проявляешь таким образом, говорят, патриотизм. Ты же его руками не потрогаешь. Это жить надо с этим чувством. Автор проекта – заслуженный работник культуры Республики Крым. Сергей Рябов ставил перед собой цель – провести своеобразную параллель между Великой Отечественной и тем, что происходит сейчас. На сцене под русские народные песни. Одна за другой разворачиваются узнаваемые картины. Проводы на фронт, прощание с родными, чьи сердца ни на минуту не покидает вера в защитников. Так было в 41-м, так есть в наши дни. Ты не знаешь, как жизнь, и каждый день, и любовь ты встретишь однажды, с тобою, как ты, однажды, сквозь пули пройдет. В труппе столичного театра «Русская песня» вместе с Надеждой Бабкиной вот уже десятый год выступает солистка из столицы Черноземья Валентина Безух. Любовь к русской песне и традициям у нее зародилась благодаря воронежским педагогам, а именно заслуженной артистке России Екатерине Молодцовой. Мы несем этот большой посыл, что мы верим в Россию, мы настоящие патриоты русской песни, настоящие патриоты нашей большой страны, мы сильные, мы верующие и мы непобедимы. Я так счастлива, так рада, потому что в зале сегодня будут и мои педагоги, и мои друзья, и одногруппники, и родня, самое главное, конечно же. Проект потрясающий, его нужно возить по всей стране, и я рада, что мы именно на воронежской земле, потому что край все-таки приграничный, здесь, вы сами понимаете, обстановка тоже такая накаленная, и людей нужно поддерживать, и я рада, что мы здесь. Воронеж стал восьмым завершающим городом патриотического тура в Россию верим. Ранее артисты уже посетили Сочи, Курск и пять городов Крыма. Народную мистерию увидели более шести тысяч человек. Впрочем, останавливаться на этом создатели проекта не намерены. Их мечта – исполнить русские песни о любви к родине в каждом уголке нашей страны.